Здравствуйте, друзья, подписчики и все, кто сегодня зашел на наш канал. Друзья, осенний сезон в разгаре, начинают цвести осенние цветы, в частности, вот первые хризантемы, сентябринки. А вот весенние цветы, пионы, допустим, начинают подготавливаться к зиме. И в этом видео я расскажу, как правильно подготовить пионы к зиме и как сделать обрезку пионов. А самое главное, когда нужно делать эту обрезку. Итак, давайте начнем. Нужны ли осенью поливы? Нет, друзья, поливы осени не нужны, в частности, для пионов. Вот перед вами мои пионы, вот четыре куста. Когда заканчивается поливы? Поливы нужно заканчивать к концу августа. И пони должны быть очень и очень студные. А вот уже в сентябре, даже если будет сухая погода, все равно никаких поливов. Ну, а теперь самое главное. Обрезка. Когда нужно делать обрезку? Обрезка делается в сухую погоду. Это самое главное. Значит, пионы бывают разных сортов. Ранние, средние и поздние. Вот это мы ранний пион. Они более низкорослые, видно. И уже по внешнему виду, они уже сухие наполовину. Практически листа зеленого нет. Вот в таком виде и нужно делать обрезку. Это приходится на сентябрь, последние числа, или начало октября. А вот мои более поздние пионы, они высокие, видно. Они еще, смотрите, еще в зеленой массе, в зеленом такой расцветке. Есть, конечно, уже желтая и красная расцветка, потому что прошли первая холода, прошли даже первые заморозки. Легкие, но пионам это не коснулось. Поэтому эти пионы нужно будет обрезать где-то через три недели. То есть это будет где-то после 20 октября. Третья декада октября. Вот это уже тогда обрезается пион. Но, здесь но, если начнутся заморозки, пойдет холода, смотря какой регион, конечно, тогда, конечно, лист посуднеет, пожухнет, тогда можно сделать обрезку и раньше. Но лучше всего дать полноценно пиону постепенно, полноценно подготовиться к зиме. То есть он должен отмирать, готовиться к зимнему сну постепенно. И это будет видно по листу. Итак, как нужно обрезать? Вот сейчас я буду обрезать свои ранние пионы, в частности, вот этот пион. И покажу, как это нужно делать. Итак, обрезается пион вровень с землей. Он чуть-чуть вырезается. Не жалеем ничего, обрезаем полностью. Если есть внутри куста, вокруг какие-то сорняки, все это убирается и полностью пион освобождается. Нельзя оставлять это на кусте листья эти или сорняки. Почему? Потому что возбежание бактериальной инфекции, чтобы сюда ничего не пошло в землю, и наш куст на следующий год не пропал, все это, этот мусор нужно будет сжечь. Вот в таком виде он должен быть. Нужно ли накрывать пионы на зиму? Нет, не нужно. Потому что все пионы, будь то ранние сорта, средние или поздние, это исключительно морозостойкие цветы. Поэтому они не накрываются. А вот мульчировать пионы можно. Чем можно мульчировать? Можно мульчировать торфом, можно мульчировать листовым компостом. Но я уже несколько лет подряд в качестве мульчировки использую древесную золу. Кроме того, хочу сказать, многие, смотрю, по интернету на зиму вносят удобрения в пионы. Друзья, я не вношу. И сразу хочу сказать, если вносить удобрения, то только не азотные. Азотные удобрения нельзя вносить на зиму. Если нужно будет, тогда можно и нужно для хорошего роста внести азотные удобрения весной. Почему? Потому что если пойдет ранняя весна, будет худая зима, пион, это такой цветок, который влазит очень рано из-под земли, тогда он начинает уже выгонять росточек, в нем зарождается пиончик. И если пойдут поздние морозы, погибнет цветок. Поэтому азотное удобрение способствует тому, что цветок очень быстро разбивается, хорошо растет. Поэтому лучше это оставить на весну. А вот другие удобрения многие вносят. Но я вместо удобрения использую как полноценное удобрение древесную золу. Здесь есть все, кроме азота. Значит, как я вношу? Я сейчас замульчирую и немножко вот так вокруг своего куста делаю, разрыхлю. Вот у меня уже готовая древесная зола. Я замульчирую в середине куста и вокруг. Сколько нужно? Ну, обычно вносится стакан 250-граммовый на куст. Этого будет достаточно. Это хорошее удобрение. Вместо азотного удобрения я использую органику весной. В частности, у нас на канале есть видео о хлебной подкормке пионам. Кому интересно, пожалуйста, можно посмотреть. Все. И теперь вот так немножечко землей назад укрою. Все. И вот в таком виде у меня пион будет до весны. Эти пионы более поздние я через три недели буду так же точно обрезать и готовить к зиме. Еще хочу сказать, очень многие делают обрезку неправильно. А что будет, если сделать обрезку более ранее? Сейчас я об этом расскажу. Что будет с цветком? Ничего. То есть цветок на следующий год даст полноценную зеленую массу. Он вырастет. Все нормально. Но, друзья, цветочные почки не заложатся. Не будет цветения. Если будет, то только один-два полноценных бутона. А остальные будут такие вот они, незрелые. Или их вообще не будет. Почему это происходит? Потому что если обрезать где-то в начале сентября, в середине, или когда еще он не зеленый, или даже многие обрезают в конце августа, тогда питательные вещества находятся еще в самом кусте. Вкус зеленый. И цветочная почка, а она находится в ход землей на корнях, она не заложится. И поэтому цветение весной можно не ожидать. А вот многие говорят, когда же закладывается? Она в течение лета закладывается, эта почка. Нет, друзья, она не закладывается. Цветок сам наполняется питательными веществами, удобрением в течение лета. И только к сентябре месяце, когда начинается уже первая холода, когда уже пион чувствует, что вот-вот, вот, уже будет холод, уже нужно готовиться к зиме, тогда и созревает это, закладывается эта цветочная почка. Итак, друзья, я рассказала о том, как подготовить пион к зиме. Сразу хочу сказать, что подготовка пиона и правильная обрезка к зиме играет большую роль в цветении пиона, в пышном цветении, не тогда, когда один-два бутона, а именно в пышном цветении. И правильная обрезка именно играет самую первую главную роль в этом. Поэтому от того, когда мы сделаем обрезку, зависит немаловажно будущее цветение пиона весной. Друзья, кому понравилось видео наше, пальчик вверх, подписка на наш канал. Заходите почаще, если считаете это нужным. Друзья, ну а так, давайте встретимся с вами в следующем видео, и я расскажу уже о других цветах. Пока!